На очередном планерном совещании в мэрии одним из главных вопросов стало обсуждение процедуры сдачи ЕГЭ. Среди предметов по выбору наибольшее количество выпускников традиционно выбирают общество знания, 2835 человек, и физику, что весьма отрадно. Для участия в государственном экзамене зарегистрировано более 7000 выпускников 9 классов. Несмотря на то, что в этом году обязательным является сдача экзамена только по русскому и математике, более 1500 выпускников 9 классов пожелали сдавать основной государственный экзамен по физике, информатике, общество знаний, химии и другим предметам. Принципиальным отличием итоговой аттестации в форме ЕГЭ 2014 года является требование по оборудованию всех пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения и металлоискателями. До начала основного периода итоговой аттестации в пунктах проведения экзамена будет установлено по две видеокамеры в каждой аудитории, по две в каждом коридоре и на входе в пункт ЕГЭ. Сигнал из них будет передаваться либо напрямую в Федеральный центр обработки данных, либо на программно-аппаратный комплекс, записи с которых сразу после проведения экзамена будут изъяты и переданы в Федеральную базу. Онлайн-трансляцию планируется проводить из 13 пунктов проведения экзамена, расположенных на территории городского округа. Всего на пунктах сдачи ЕГЭ компанией Ростелеком будет установлено в виде оборудования на сумму около 7 млн. рублей из средств федерального и регионального бюджета. Созданную систему можно будет использовать также в рамках образовательного процесса после проведения итоговой аттестации, а также для обеспечения безопасности участников образовательного процесса. В цели недопущения наличия у участников экзамена мобильных телефонов и других средств беспроводной связи данных будут поставлены металлоискатели во всех пунктах проведения экзамена. Все работы по техническому оснащению пунктов сдачи ЕГЭ должны быть завершены до 15 мая.